Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается видеоурок по вопросам похоронного дела. Я буду Циренов Андрей Петрович, начальник отдела поведения регистра муниципальных нормативно-правых актов Государственного правового комитета администрации главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Какие основные нормативно-правые акты в сфере местного самоправления и похоронного дела тут указаны? Это федеральный закон номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного управления Российской Федерации, закон Республики Бурятия от 7 декабря 2004 года номер 896-3 об организации местного управления Республики Бурятия, федеральный закон от 12 января 1996 года номер 8 ФЗ о погребении и похоронном деле, Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года номер 1001 о гарантии прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших. Ритуальные услуги – это вопрос местного самоправления. Почему? Тут указываются, какие нормы, каких законов об этом говорят. Это пункт 22 части 1 статьи 14 131 Федерального закона. Он гласит, что к вопросу местного значения городского поселения относится организация актуальных услуг. В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона номер 131 ФЗ, частью 4 статьи 8 Закона Республики Бурятия номер 896-3, говорится, что за сельскими поселениями закрепляются вопросы местного значения городских поселений, предусмотренных пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона номер 131 ФЗ. То есть это о полномочиях городских поселениях по организации ритуальных услуг. Согласно пункту 17 части 1 статьи 15 Федерального закона 131 ФЗ, к вопросу местного значения муниципального района относится организация ритуальных услуг. Какие ГОСТы существуют в отношении ритуальных услуг? Это ГОСТ-Р, российский, 54-611-2011, это национальный стандарт Российской Федерации, услуги бытовые, услуги про организацию проведения похорон, общие требования. И ГОСТ-32-609, 2014 года, это межгосударственный стандарт, услуги бытовые, услуги ритуальные, термины и определения. Так, организация похоронного дела. Согласно пункту 2 статьи 25 Федерального закона от 12 января 1996 года номер 8 ФЗ о погребении и похоронном деле, далее вот по тексту презентации, видеоурока будет сокращенно называться Федеральный закон номер 8 ФЗ. Организация похоронного дела осуществляется органами местного управления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного управления. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 29 Федерального закона номер 8 ФЗ, органы местного управления создают специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые в соответствии с настоящим федеральным законом возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших. Порядок деятельности этих специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется органами местного управления. Какие есть вопросы, проблемы создания этой похоронной службы по вопросам похоронного дела? Существуют пробелы, существует многовариантность и противоречия. В федеральном законе номер 8 ФЗ и в федеральном законе номер 131 ФЗ, ну это закон об оптимизме организации местного управления Российской Федерации, я там его ранее сократил до этих слов, имеются следующие пробелы. В них не определяется, что такое служба муниципального образования и не определяется, что такое специализированная служба муниципального образования в рамках данных федеральных законов. Федеральный закон номер 8 ФЗ, возлагая полномочия по созданию и определению порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на органы местного управления, не указывает организационно правовые формы данной службы. Полагаю, что в федеральном законе номер 8 ФЗ существует также следующее несовершенство. Федеральный закон не содержит случаи, при которых возможно возложить полномочия названной службы на коммерческие организации индивидуальных предпринимателей. Он не регулирует условия, при наступлении которых названная служба не создается или может не создаваться в городских и сельских поселениях. Какие варианты действующее законодательство предлагает для создания специализированной службы по вопросам похоронного дела? В зависимости от финансовых, материальных возможностей муниципального образования, количества населения, иных обстоятельств, возможно, следующие варианты создания специализированной службы по вопросам похоронного дела. Первый вариант. Каждое муниципальное образование, муниципальный район, каждое городское, сельское поселение, входящее в состав этого муниципального района, они имеют собственную специализированную службу по вопросам похоронного дела. Второй вариант. Несколько муниципальных образований создают одну на эти муниципальные образования межмуниципальную специализированную службу по вопросам похоронного дела. Но позднее вы увидите, что сложность реализации этого варианта и противоречивость судебной практики, мы не рекомендуем применять второй вариант создания специалистов службы по вопросам похоронного отдела. Третий вариант. Местного управления поселений, входящие в состав муниципального района, вправе заключать соглашение с органами местного управления муниципального района о передаче и осуществлении части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, представляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с бюджетным кодексом. Местного управления. Местного управления. Местного управления. Местного управления. Местного управления. Ну и в каких возможных организационно-правых формах возможно создать специализированную службу по вопросам похоронного дела? Первый вариант. Это муниципально-мунитарное предприятие. Ну и какие основные положения законодательства, которые представляют такую возможность? Это статьи 113.114 Гражданского кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 14 ноября 2002 года номер 161-ФЗ о государственных и муниципальных и унитарных предприятиях. Пункт 3 части 1 статьи 17 часть 4 статьи 51 Федерального закона номер 131-ФЗ. Второй вариант. Специализированная служба по вопросам похоронного дела, она создается в виде муниципального учреждения. Какие основные положения законодательства? Это статьи 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 12 января 1996 года номер 7 ФЗ о коммерческих организациях. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года номер 174 ФЗ об автономных учреждениях. Пункт 3 части 1 статьи 17 часть 4 статьи 51 Федеральный закон номер 131 ФЗ. Существует третий вариант, но по нему имеется противоречивая судебная практика. Это когда специализированная служба по вопросам похоронного дела может быть создана в виде межмуниципального хозяйственного общества, в двух вариантах, непубличного акционерного общества и общества акционерного, извините, с ограниченной ответственностью по решению представительных органов муниципального образования. Это такие нормы. Пункт 3 части 1 статьи 17, части 4 статьи 51, статья 68 Федерального закона номер 131 ФЗ. Пункт 2 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года номер 208 ФЗ в акционерных обществах. Федеральный закон от 8 февраля 1998 года номер 14 ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Но поскольку судебные практики сложились прямо противоположные точки зрения по вопросу создания данных межмуниципальных хозяйственных обществ, то предлагаем не применять этот третий вариант. Для сведения сообщаю, что Министерством регионального развития Российской Федерации в 2010 году были разработаны методические рекомендации по организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере реализации расходных полномочий и вопросов местного значения. Применяя эти методические рекомендации, следует помнить, что они уже немного устарели в 2010 год. В законодательстве были внесены изменения, например, в Гражданский кодекс, в главу 4 юридические лица были внесены изменения федеральным законом от 5 мая 2014 года номер 99 ФЗ. Ну вот и позиции судов, которые я нашел. Одни суды говорят, что создание межмуниципальных обществ невозможно. Это, например, постановление арбитражного суда Волга-Вятского округа 3 декабря 2014 года номер Ф01-4843-2014 Другие суды говорят, что создание межмуниципальных обществ возможно. Например, это постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа 27 августа 2009 года номер Ф09-6333-09-S4 по делу номер А07-4688-2009-G-G-LSH Или, например, постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 30 марта 2012 года по делу номер А21-3668-2011 Был также четвертый вариант, но он признан судами однозначно несоответствующим закону. Это когда специализированная служба по вопросам похоронного дела определяется по результатам конкурса среди коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Поэтому мы не рекомендуем применять четвертый вариант. В судебной практике установлено, что Федеральный закон номер 8 ФЗ не наделяет органы местного управления правом присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг и учрежденным физическим и юридическим лицам. Например, какие это судебные акты? Это определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 5 июня 2014 года номер ВАЗ-6680-14 по делу номер 12-4365-12 от 18 декабря 2012 года номер ВАЗ-16422-12 по делу номер А12-5260-2012 Постановление Президиума Высшего арбитражного суда от 18 мая 2011 года номер 172006-10 по делу А76-6041-2010-35-192 Одним из таких вопросов, которым уделяется внимание, ну и задаются вопросы по нему это услуга по транспортированию останков и праха умерших или погибших с места обнаружения до морга Вопросы возникают, чья это услуга, кто должен за нее платить, кто должен возить Она является ритуальной услугой, относящейся к вопросам местного самоправления Ну какие нормы законодательства и ГОСТов Это пункт 2.3 ГОСТа 32609-2014 Пункт 22 части 1 статьи 14 Пункт 17 части 1 статьи 15 Федерального закона номер 131 ФЗ Часть 4 статьи 8 Закона Республики Барятия от 7 декабря 2004 года номер 896-3 Об организации местного самоправления Республики Барятия Данный вывод о том, что эта услуга является ритуальной услугой, относящейся к вопросам местного назначения Сделано постановление арбитрального суда Восточно-Сибирского округа От 14 марта 2018 года номер F02-692-2018 по делу А19-9429-2017 В пункте 2.3 ГОСТа 32609-2014 указано, что к основным видам ритуальных услуг относятся в том числе транспортирование останков и праха умерших или погибших Под транспортированием останков и праха умерших или погибших понимается перевозка тел останков умершего или погибшего в места проведения патологоанатомического скрытия Судебно-медицинские экспертизы и предпохоронного содержания Катафальные перевозки и погрузочные-разгрузочные работы Перевозка тел в другие города или государства Это пункт 2.3.9 ГОСТа 32609 Под эвакуацией останков умерших или погибших понимается транспортирование останков умерших или погибших с места смерти, гибели или обнаружения к местам вскрытия и хранения Это пункт 2.14.1 ГОСТа 32609-2014 Сама услуга по транспортированию остатков и праха умерших или погибших с места обнаружения до морга Не ходит в гарантированный перечень услуг по погребению Оказываемых специализированных служб по вопросам похоронного дела А следовательно, может быть оказана любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере на конкурентной основе Это в соответствии с статьей 54 Федерального закона номер 131 ФЗ Так, и с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года номер 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товара, работы, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Об этом говорится в таких судебных актах, как постановление арбитражного суда Восточно-Сибирского округа От 14 марта 2018 года номер F02-692-2018 по делу номер А19-9429-2017 Постановление арбитражного суда Северо-Западного округа от 8 июня 2016 года номер F07-3690-2016 по делу номер А56-50232-2015 Определение Верховного суда от 1 декабря 2016 года номер 301-КГ-16-15697 по делу номер А79-5398-2015 Таким образом, муниципальное образование должно провести торги по оказанию данной услуги Тема гарантирована перечень услуг по погребению Эта тема раскрывается в статье 9 федерального закона номер 8 ФЗ В пункте 1 этой статьи 9 говорится, что супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю Или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего Гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению Их четыре Это первое, оформление документов, необходимых для погребения Второе, представление Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения Перевозка тела, останков умершего на кладбище в крематорий Четвертое, погребение, ну, либо кремация с последующей выдачей урны из праха Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного управления Услуги по погребению указаны в пункте 1 настоящей статьи Оказывается специализированная служба по вопросам похоронного дела Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению Определяется органами местного управления По согласованию с соответствующими отделениями пенсионного фонда Российской Федерации Фонда социального страхования Российской Федерации А также с органами государственной власти субъектов Российской Федерации И возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела в 10-дневный срок со дня обращения этой службы За счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации На погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти Федерального бюджета На погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров Досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости В случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии До достижения возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии Расчеты со специализированной службы по вопросам похоронного дела За погребение умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров Досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости Осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации С последующим возмещением расходов Пенсионного фонда Российской Федерации За счет средств федерального бюджета в размерах, определяемых в соответствии настоящим пунктам Фонда социального страхования Российской Федерации На погребение умерших граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию На случай временной нетрудоспособности в связи с материнством на день смерти И умерших несовершеннолетних членов семьи граждан Подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности В связи с материнством на день смерти указанных членов семьи 5. Бюджетов субъектов РФ в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной недрудоспособности в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. 6. Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ возмещают специализированные услуги по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению в размере не превышающем 4000 рублей с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством РФ. 7. В районных и местностях, где установлены районные коэффициенты заработной платы, этот предел определяется с применением районного коэффициента. 8. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, возмещается в специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 6 месяцев со дня погребения. 9. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверхгарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего. 10. Граждан, получившим предусмотренным пунктом 1 статьи «Услуги и социальные пособия на погребение», предусмотренным статьей 10 настоящего федерального закона, не выплачивается. 10. Согласно статье 26 федерального закона номер 8 ФСФ, обеспечение похоронного дела осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии со статьей 9 настоящего федерального закона. 10. Предупреждение. При установлении муниципальным образованием стоимости услуг, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению выше, определенного федеральным законом номер 8 ФСФ, нормативов, разница, превышающая данные нормативы, не возмещается, а считается собственными обязательствами муниципального образования. 10. Это положение установлено в определении Верховного суда РФ от 19 октября 2015 года номер 302-ЭС15-12857 по делу А10-3763-2014. 10. В постановлении Арбитражного суда РФ от 1 июля 2015 года номер F02-3083-2015 по делу А10-3763-2014. 10. В определении Конституционного суда РФ от 25 октября 2016 года номер 2367-О об отказе принятия к рассмотрению жалобы муниципального образования городского округа города Лондэ на нарушение Конституционного права своего положения абзацев 1 и 6 пункта 3 статьи 9 Федерального закона о погребении и похоронном деле установлено, 11. Что федеральный законодатель, предусматривая гарантию безвозмездного получения гражданами определенного перечения услуг по погребению, определил источники ее финансирования, к которым местные бюджеты не отнесены. 12. Муниципальное образование не вправе в случае выхода за пределы установленного Федеральным законодательством размера компенсации на безвозмездной основе требовать компенсацию таких затрат за счет бюджетов в вышестоящих уровне бюджетной системы. 13. Но вместе с тем соответствующее дополнительное финансирование может быть предоставлено непосредственно из местного бюджета. 14. Однако в отсутствии у муниципальных образований финансовых возможностей для принятия таких дополнительных расходных обязательств при недостаточном предоставлении компенсации для покрытия, заостряя внимание, экономически оправданного уровня нормативных затрат, наказание включено в Федеральный перечень бесплатных услуг по погребению, соответствующие расходы должны обеспечиваться при доставлении муниципального образования необходимых источников финансирования. 14. Согласно части 5 статьи 20 Федерального закона номер 131 ФЗ, органы и местное управление вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для определенных категорий граждан, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих данное право. 15. Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии возможностей и не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ. 15. В соответствии с судебной практикой, например, определение Верховного суда РФ 25 марта 2016 года номер 303-ЭС 15-18506 по делу номер А51-775-2015, 15. Услуги по погребению являются меры социальной защиты граждан и находятся в совместном виде РФ и субъектах РФ. 15. В соответствии с статьей 6 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства, это обусловлено законом, иным нормативным правоактом, договором или соглашением, обязанности публично-правообразования, ну в нашем случае это муниципальное образование, или действующее от его имени казенное учреждение предоставить физическому или юридическому лицу, в нашем случае, средствами соответствующего бюджета. Согласно пункту 5 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, органы местного управления вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, неотнесенных компетенцией органов местного управления, других муниципальных образований, органов госвласти, и не исключенно из компетенции федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, только при наличии собственных финансовых средств. Следующая тема. Разница между установленным тарифом по гарантированному первичным услугам по погребению фактическим затратам. Возможна максимальная сумма, подлежащая возмещению за счет бюджета. В соответствии с пунктом 3 ст. 9 Федерального закона номер 8 ФЗ, определением Конституционного суда Российской Федерации 25 октября 2016 года номер 2367-О, стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному первичному услугу по погребению, должна определяться исходя, вот как я определил, из размера компенсации с учетом индексации и применением районного коэффициента. Ну, соответственно, это компенсация из Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджетов, субъектов Российской Федерации. Второе. Из экономически оправдан уровня нормативных затрат на данные услуги. И третье. Возможности местного бюджета. Исходя из вышеизложенного, возможны следующие варианты восстановления тарифов на услуги. Первый вариант. Тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному первичному услугу по погребению, устанавливаются на уровне компенсации с учетом индексации и применением районного коэффициента. Такой вариант возможен в случае, если у муниципального образования нет финансовых возможностей местного бюджета. В этом случае фактические затраты на услугу не должны превышать размер компенсации на услугу. В этом случае сумма, подлежащая компенсации за услугу за счет местного бюджета, не будет. Второй вариант. Тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированному первичному услугу по погребению, устанавливаются на уровне экономически оправданного уровня нормативных затрат услуг, предоставляемые согласно гарантированному первичному услугу по погребению. Я считаю, что это вариант основной, но он возможен в случае, если имеются финансовые возможности местного бюджета. Какие-то нормы законодательства. Статья 9 Федерального закона номер 8 ФЗ, часть 5 статьи 20 Федерального закона номер 131 ФЗ, пункт 5 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В этом варианте разница между тарифом на услугу, предоставляемым согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и размером компенсации на услугу, с учетом индексации премии районного коэффициента, возмещается из местного бюджета. Второй вариант. Продолжение. За одну услугу максимальная сумма, подлежащая возмещения за счет местного бюджета, компенсации специализированной службы по вопросам похоронного дела, будет равна разности между тарифом на эту одну услугу, предоставляемые согласно гарантируемым перечню услуг по погребению, в скопах экономически обратным уровнем нормативных затрат услуги, предоставляемые согласно гарантируемому перечню услуг по погребению, и размером компенсации на эту услугу с учетом индексации применения районного коэффициента. Есть возможен третий вариант, но он больше теоретический. Это когда тарифы на услуги, предоставляемые согласно гарантированным перечнем услуг по погребению, устанавливаются на уровне выше экономически оправданного уровня нормативных затрат услуг, предоставляемых согласно гарантированным перечнем услуг по погребению. Этот вариант возможен в случае, если имеются большие финансовые возможности бюджета. Например, местный бюджет имеет профицит. Профицит – это превышение доходов бюджета над расходами. Какие это нормы законодательства? Это статья 9 Федерального закона номер 8 ФСЗ, статья 5 статьи 20 Федерального закона номер 131 ФСЗ, пункт 5 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В этом случае разница между тарифом на услугу, предоставляемые согласно гарантированному перечению услуг по погребению, и размером компенсации на услугу с учетом индексации и применением районного коэффициента, также размещается из местного бюджета. Но третий вариант продолжения. За одну услугу, максимальная сумма, подлежащая возмещению за счет местного бюджета, это в скобках, компенсации специализированной службы по вопросам похоронного дела, будет равна разности между тарифом на эту одну услугу, предоставляемым согласно гарантированному перечению услуг по погребению, и размером компенсации за эту одну услугу, с учетом индексации и применением районного коэффициента. Соответственно, специального фонда Российской Федерации, федерального бюджета, фонда социального страхования Российской Федерации, бюджетов, субъектов Российской Федерации. Как производится отражение сумм, подлежащей компенсации специализированной службы по вопросам похоронного дела за услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечению услуг по погребению в местном бюджете? Эти суммы, подлежащие компенсации специализированной службы по вопросам похоронного дела за услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечению услуг по погребению, отражаются в местном бюджете в следующих случаях. Первый случай. Если специализированная служба по вопросам похоронного дела создана в виде муниципально-мунитарного предприятия, а также, если кто создал межмуниципальное непубличное акционерное общество, межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью, они отражаются как субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производительных товаров, работа услуг. Это статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Эти субсидии предусматриваются в случаях и порядке предусмотренных решений представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами, уполномоченных ЕЁ, то есть администрацией, органов местного управления. Это под пункт 3, пункт 2, статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Второй случай. Если специализированная служба по вопросам похоронного дела создана в виде муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, вот эти суммы, они отражаются в местном бюджете как субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями. Это статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Под пункт 4.1, пункта 2, статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации говорится о том, что вот эти учреждения, которые получают субсидии из бюджета, это просто статья, ну, не говорящая прямо, что должны быть субсидии государственного муниципального учреждения, но упоминает об этом. Эти субсидии предусматриваются в местных бюджетах. Порядок предоставления субсидий из местных бюджетов устанавливаются муниципальные правовыми актами местной администрации. Это пункт 1, статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предоставление этих субсидий осуществляется в соответствии с оглашениями о предоставлении субсидий, заключаемых между органами местного управления, осуществляемыми функцией полномочий учредителя и бюджетными, или автономными учреждениями. Третий случай. Если специализированная служба по вопросам похоронного дела создана в виде муниципального казенного учреждения, то финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. То есть казенное учреждение, оно финансируется на основании бюджетной сметы. Согласно пункту 5, статье 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключение оплаты казенным учреждениям муниципальных контрактов иных договоров, подлежащих исполнить за счет бюджетных средств, производится от имени муниципального образования в пределах доведенных казенным учреждениям лимитов бюджетных обязательств, если иное неустановлено к настоящим кодексам и с учетом принятых и неисполненных обязательств. В соответствии с статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации раскрывается понятие «лимит бюджетных обязательств» это объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждениям бюджетных обязательств или их исполнение в текущем финансовом году и плановом периоде. Согласно пункту 7 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных к казенным учреждениям для исполнения ее денежных обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального образования отвечает соответственно орган местного управления, орган местной администрации, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся соответствующие казенным учреждениям. Но также упоминание, что казенным учреждениям не предоставляется субсидия. Это прямо указано в пункте 10 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ. Согласование стоимости услуг, тема, предоставление согласно гарантированным перечимам услуг на погребение умерших погибших граждан за счет средств республиканского бюджета. Согласно пункту 3 статьи 9 Федерального закона номера 8 ФЗ стоимость услуг, предоставляемый согласно гарантированным перечимам услуг по погребению, определяется орган местного управления по согласованию, в том числе и с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. И возмещается специализированная служба по вопросу похоронного дела в 10-дневный срок со дня обращения этой службы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. В случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности. Для согласования стоимости услуг документы представляются Республиканскую службу по тарифам Республики Брятия. Непосредственное перечисление денежных средств осуществляется государственным учреждением Центра социальной поддержки населения. Порядок согласования установлен в следующих нормативных правых актов. Это постановление правительства Республики Брятия от 8 октября 2004 года номер 232 о возмещении специализированной службы по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляя согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших и погибших граждан за счет средств республиканского бюджета. Это приказ Минсоцзащиты Республики Брятия от 11 ноября 2011 года номер 3097 о подтверждении директоративного регламента Министерства социальной защиты населения Республики Брятия по представлению государственной услуги по возмещению стоимых услуг представляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, погибших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами. Мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности умерших личностей, которые не установлены на органы внутренних дел, а также реабилитированных лиц. Тема по услугам, не входящим в гарантированный перечень услуг по погребению. Эти услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, могут быть оказаны любым хозяйственным субъектам, занимающиеся деятельностью в сфере ритуальных услуг на конкурентной основе. Например, представим случай в уставе специализированной службы по вопросам похоронного дела. В конкретном случае муниципально-бюджетного учреждения указано, что данная служба осуществляет услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению. В уставе дается перечень услуг. По этому случаю была судебная практика, которая установила, что администрация муниципального образования не может включать названные услуги в устав специализированной службы по вопросам похоронного дела муниципально-бюджетного учреждения без проведения процедуры торгов. Это определение Верховного суда Российской Федерации 30 сентября 2016 года, номер 307-КГ16-12200 по делу А56-50237-2015. Мое предложение, чтобы в уставе такой специализированной службы по вопросам похоронного дела, предлагаю указать, что данная служба может, не жестко что осуществляет, а может осуществлять услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению. В уставе предлагаю дать возможный перечень этих услуг при условии, если служба будет признана победителем торгов по соответствующим видам ритуальных услуг, не входящих в гарантированный перечень услуг по покрепению. Какая ответственность есть в этой сфере? Например, административная. Это статья 5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Если муниципальные образования не будут предоставляться на безвозмездной основе услуги, предусмотрен гарантированный перечень услуг по погребению. Соответственно, будет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Статья 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Не выполнение законных требований прокурора. Например, в муниципальном образовании не создается эта специализированная служба по вопросам похоронного дела. Прокурор внес представление о нарушении федерального закона и о том, что необходимо создать эту специализированную службу. В случае умышленного невыполнение требований прокурора, будет на виновное лицо наложен административный штраф на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Либо повлечет за собой дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года. В случае, если будет принято решение суда общей юрисдикции о том, что какому-то конкретному муниципальному образованию необходимо создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, а это муниципальное образование не создает эту специализированную службу и препятствует законной деятельности судебного исполнителя, должностного лица органов полномочия на осуществление фонда принудительного исполнения исполнительных документов, то возможно наложение административного штрафа на должностных лиц от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. Также Кодекс РФ о административных правонарушениях, это статья 17.14, нарушение законодательства о исполнительном производстве. Нарушение должником законодательства о исполнительном производстве, выразившиеся в неуполнении законных требований судебного пристава исполнителя, ну и других, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Также статья 17.15 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения, невыполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. В части 2-й говорится, что неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера, в срок вновь установлен судебным приставом исполнителем после наложения административного штрафа, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей. Происполнительский сбор. Он регулируется статьей 112 Федерального закона от 2 октября 2007 года номер 229 ФЗ в исполнительном производстве. Исполнительский сбор – это денежное взыскание налагаемого на должника в случае неисполнения иму исполнительного документа. Срок установлен для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения иму исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению. В течение суток, с момента получения копии, постановили судебный пристав исполнительный для возбуждения исполнительного производства. Исполнительный сбор устанавливается судебным приставом исполнительного по истечении срока, указанной в части 1. Настоящие статьи. Если должник не представил судебного пристава исполнительного, доказательство того, что исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотворативных при данных условиях исполнительности. Постановление судебного пристава о взыскании исполнительного сбора утверждается старшим судебным приставом. Часть 3. Исполнительный сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взысканного имущества, но не менее 1 тысячи рублей с должника гражданина или должника индивидуального предпринимательства и 10 тысяч рублей с должника организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительный сбор с должника гражданина или должника индивидуального предпринимательства становится в размере 5 тысяч рублей, а должника организации 50 тысяч рублей. Должник в праве в порядке установлен настоящим федеральным законом обратится в суд с заявлением о воспаривании постановления судебного пристава исполнительного взыскания исполнительского сбора с иском об отсрочке или рассрочке его взыскания об уменьшении его размера или освобождении от исполнительского сбора. Суд правит с учетом степени вины должника в неисполнении срок исполнительного документа имущественного положения должника и на их существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительного сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера установлен в соответствии с частью третьей настоящей статьи. При отсутствии установлен Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд правит освободить должника от изыскания исполнительского сбора. Часть восьмая говорит о том, что в случае принятия судом к рассмотрению указанного в части шестой настоящей статьи заявления или изыскания исполнительского сбора пристанавливаться для вынесения решения судом. Решение суда о полном частичном удовлетворении обращается к немедленным исполнениям. Часть девятая. При уменьшении судом размера исполнительского сбора постановление судебного предстоя исполнителя о взыскании исполнительского сбора считается измененным в соответствующем образом. В этом случае должнику возвращается излишне взысканность к нем денежная сумма. Какая есть уголовная ответственность за неисполнение решения суда? Это Уголовный кодекс, статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Причем тут говорится, что злостное неисполнение представителям власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственным муниципальным учреждениям, коммерческой или иной организацией, вступивших законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а рано воспрепятствия их исполнения, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо обязательными работами в срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Какие источники я использовал, но они не упоминались ранее. Это распоряжение Минжилкомхоза Московской области 21 июля 2008 года, номер 50, об утверждении методических рекомендаций для органов местоправления муниципальных образований Московской области по созданию специализированных служб по вопросу похоронного дела и определению порядка их деятельности. Вы можете в интернете найти или в консультанте найти этот акт и использовать его в деятельности по созданию специализированной службы по вопросу похоронного дела. Но надо иметь в виду, что этот документ уже относительно старый, 10 лет прошло почти. С его издания изменения произошли как в законодательстве, так и в судебной практике. Статья о создании специализированных служб по вопросу похоронного дела муниципальных образований. Проблема определения органиционной правовой формы. Вот Корнеева, ОБВ. Это журнал административного муниципального права, 2017 год, номер 12. Статья о возмещении сфер нормативных затрат по погребению. Лариса Голливулина. Бюджет.ру. Это в интернете. Статья о механизм финансирования казенных учреждений в России. Черкова Елена Владимировна. Ларина. Ларинина. Татьяна Ивановна. Наука. Расстудент.ру. Это тоже статья в интернете. Статья об ответственности за исполнение судебных решений. Это российский журнал «Российская ретикация», 2013 год, номер 11. У меня все. Благодарю за внимание. Также прошу иметь в виду, что моя точка зрения может иметь какие-то ошибки. Поскольку и судебная практика меняется, и законодательство изменяется. Вот что я нашел и заложил для вашего внимания. Все. Продолжение следует.